Сосредоточение в руках государства бизнеса, связанного с мусором, дорогами, дает спокойствие чиновникам и, вероятно, кировчанам. Об этом рассуждал в нашем эфире губернатор Игорь Васильев. Сосредоточение в руках государства Это и происходит. Нам удалось, скажем, вернуть в государственную собственность систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Результатом стало снижение для потребителей тарифа на вывоз мусора. То же самое у нас происходит по водоканалу. То есть сейчас это муниципальное предприятие, которое управляет полностью, так сказать, всем циклом от водоподготовки до водоотведения. Если раньше консессионер, так называемый, занимался этим только в центре города, побросав все не очень экономически выгодные куски, как Новоавиатск, Коминтерн, еще какие-то вещи, то мы сейчас, объединив все это, сумели тоже, если память мне не изменяет, на 4% сейчас решение принято, будет снижено. По скорой помощи, вы видите, 550 машин объединены в единую систему, 3 вертолета. Мы полностью были готовы, в том числе и к необходимости оказывать помощь коронавирусным, так сказать, больным, лаборатория. Эта работа продолжается сейчас по созданию крупного автодорожного предприятия «Вятавтодор». Мы с вами все видим два года, когда уже мы уходим от такого мема, как принято говорить в социальных сетях, что вместе со снегом ушел асфальт. Больше этого не происходит. Все торги завершаем, так сказать, еще до начала следующего года. В этом году торги будут проведены на 3 года вперед, причем учитывая мнение жителей, где в первую очередь должно быть сделано. По школам такая же ситуация. Мы берем на областной уровень так называемые опорные школы. Это позволяет нам малокомплектные поддерживать, так сказать, в порядке. Давать возможность детям в том числе дистанционного обучения, участия в различных конкурсах, программах. Мне кажется, вот это очень правильное, так сказать, решение, когда за основные услуги, которые от имени государства осуществляются людям, так сказать, оно за них и отвечает, как бы, да, не давая это в какие-то частные руки, не подвергая риску, так сказать, каких-то коммерческих отношений. Это происходит.